Спокойная и размеренная жизнь Натальи Откуль в один миг была разрушена страшным диагнозом рак. На данный момент известно много методов борьбы с этой болезнью. Но какой из них выберет Наталья? Об этом в новом выпуске «За гранью возможного». Здравствуйте. Мне нужна Наталья. Здравствуйте, Наташа. Слышала вашу историю, очень понравилась она. И сегодня приехали с командой, чтобы услышать ее поподробнее от вас. Рада вас принять в своем доме. Проходите. Хорошо. Уплотнение с размером вишенки, я это чувствовала уже давно. И это где-то лет 20. Я никуда не обращалась, потому что меня оно не беспокоило. Но вот именно год назад я услышала проповедь апостола Владимира Мунтиана, где он в Днепре учил, что пройдите медосмотр. Апостол сказал, надо хотя бы раз в год обследоваться, следить за своим здоровьем. Я послушала, так и сделала. Я даже на самом деле ее и похвалила за это, потому что моя мама действительно, она так своим здоровьем пренебрегает, и она не любит врачей, насколько я знаю. Поэтому меня даже это немножко, скажем так, подбодрило, что все-таки надо как-то сходить к врачу. При обследовании врача очень обеспокоила опухоль, которую она обнаружила у Натальи. Она переговаривалась с доктором и говорит, вот видишь, вот видишь, он вижу, есть. И вот она потом мне вот говорит, женщина, вам надо в онкологический центр. И не медлите. С результатами обследования, которые указывали, что у Натальи рак первой степени молочной железы, женщину направили в онкоцентр, где она должна была проходить дальнейшее лечение. И когда она прошла обследование, врачи сказали, что у нее затвердение на левой груди, по-моему, 5 на 7 миллиметров, и это злокачественная опухоль, и надо срочно идти в онкодиспансер на Ломоносова, удалять. Была внутренняя борьба. Что делать? Или по-человечески идти к докторам, как говорят, или же поднять планку веры и ожидать, и верить. Я расстроился, конечно, был расстроен, потому что болезнь очень тяжелая. Если, не дай бог, уже перейдет в следующую стадию, то, конечно, можно потерять близкого человека. Я знаю, очень многие у меня сотрудницы потеряли маму, потому что она болела раком. Я переживала, что будет с моими детьми. Еще Давид, вот маленький. Я переживала. Ночью, как подумаю. Ночью, как подумаю, и была очень внутренняя сильная борьба. Внутри Натальи бушевала настоящая борьба. Будучи верующим человеком, Наталья, вооружившись верой, стала противостоять этому диагнозу, веря, что Бог даст ей исцеление. Наташа молилась в четвертом измерении, все записывала, у меня есть тетрадь. Записываю сюда всякие жизненные переживания, которые могут быть. И здесь я тоже помню, оглядываясь год назад, как я прописываю по слову апостола, пройти медосмотр, и мой диагноз будет здорово. Ну это вы как в четвертое измерение даже ходили. Это да, я уже ходила в четвертое измерение. И прям записывала. Записывала. Все, что вы видели. Да. Все эти события произошли накануне колледжа «Гора Моисея-2018». И женщина решила поехать туда во что бы то ни стало. Почему вы верили, что именно от колледжа вы получите свое исцеление? Ну потому что это уже для меня шестой колледж. И все предыдущие колледжи я видела, как люди получали исцеление. Каждый день свидетельствовали. Каждый день были эти молитвы. И это поднимало мою веру. То есть вы видели, как другие люди исцеляются? И это вас вдохновляло? Это меня вдохновляло очень сильно. На колледж Наташа ехала в первый день с чувством, что она получит свое чудо. В самый первый день колледжа «Гора Моисея-2018» Наталья сидела на самом последнем ряду восьмого сектора. И всем сердцем ожидала прикосновения Святого Духа. Когда началась молитва, мы сидели с Наташей в восьмом секторе. Я была рядом. Да, я была на самом верху. И принимала, принимала, как апостол молился. Я принимала вот это. Говорю, Дух Святой, подойди ко мне. И когда наш апостол Владимир Мунтян начал молиться о исцелении раковых больных... И прямо сейчас в этом зале и по телевидению я разрушаю дух онкологии, дух рака. И я говорю тебе, дьявол, упирайся вон! Дух Святой я коснулся ее, она почувствовала жар в своем теле. Такое тепло сошло на меня, такое прикосновение было, и что я так сокрушалась. Я плакала, у меня слезы шли градом, потому что я знала, Бог производит свою работу. Придя домой, она не хотела ни с кем общаться и хотела быть наедине со Святым Духом. Весь вечер под таким помазанием было сильным. Я спала, как младенец. На следующий день Наталья вновь пришла на занятия в колледж. И во время молитвы апостола снова просила, чтобы Дух Святой прикоснулся ее. На второй день апостол Владимир молился опять за раковых больных, и Святой Дух снова коснулся ее. Также опухоль в груди прямо сейчас, полное исцеление кто-то получил прямо сейчас, в этот момент. И внутри я почувствовала, говорит, все, у тебя уже ничего нет, ты исцелена. Такая пришла уверенность. Что ей не нужно больше продолжать молиться за исцеление. Придя домой, я давала себя осматривать. Начала проверять о том, что нет ли у нее опухоли, либо шишки, потому что она ее чувствовала на протяжении 20 лет. И смотрю, нет опухоли. Да вы что? Нет. Вот это чудо, не было? Нет. То есть 20 лет была и вдруг нет? Нет. И в качестве подтверждения она решилась поехать еще раз на обследование. На утро следующего дня Наталья пошла в онкоцентр, чтобы пройти обследование. В среду, на третий день колледжа, к 9 утра, приехала в медичный центр. И говорю, на мамакрофию, и говорю, обследуйте меня. Вот, хорошо, проходите. Когда она делала эти снимки, делала это обследование, и она мне показывает, смотрите, у вас все хорошо, у вас ничего нет. Я говорю, слава богу, у меня вот еще есть один выставок, посмотрите, что здесь. Она говорит, ой, так здесь же у вас злокачественное образование в один сантиметр. Что вы делали? Да. Она говорит, так, а ну раздевайтесь, я еще раз посмотрю. Опять она посмотрела, нет, вы здоровая, ничего у вас нет. А я говорю, что ничего я не делала, я верила богу. А вот как она на это ответила? Она сказала, вам молитвы очень помогли. Какая ваша вот реакция была? Реакция, что я рассветно родилась, заново, мое второе рождение. Вот, я выбежала, я такая была счастливая, весь мир был для меня. Звоню там дочке Вике, Вика, меня бог исцелил. Помнишь, я тебе говорила, что у меня... Я думаю, боже, слава богу, что все-таки мы верим в чудо, и оно действительно случается, и Бог проявляет свою милость. Я настолько был счастлив, что я даже подпрыгнулась. И какое-то время вы стояли на сцене и свидетельствовали? Да, буквально там через пару дней я уже свидетельствовала. И как там было? Помню, пастор Валик. Вот здесь вот есть. Вот сестра Наташа хочет засвидетельствовать. Вот здесь вот рак, а вот здесь нет. Сейчас в руках я держу два документа заключения врачей. Вот на этом заключении, что рак есть. А вот второй документ, который свидетельствует, что рака нет. Я очень рада, чтобы уйдет в такое чудо. Я тоже, если бы знали, как я счастлива. Я благодарен Господу, что он проявляется в нашей церкви, что Дух Святой могущественно проявляет себя по молитве Владимира Монтяна, и тысячу людей получает исцеление. На самом деле, когда я смотрела передачи, когда показывала мне мама, я думала, что это все подделано. Но когда действительно касается этой твоей семьи, ты понимаешь, что нет никакой фальши, и что действительно существует чудо, и есть Господь Бог на белом свете. Я благодарна Богу за Духовный Центр Возрождения, за Духа Святого Драгоценного, который мощно действует на служениях в Церкви Духовного Центра Возрождения, за его дары исцеления, за то, что он тысячи людей, я этому очевиден, за все эти годы, как тысячи людей получали исцеление. И я безмерно счастлива и благодарна Богу, Духу Святому, апостолу Владимиру, пастору Виктории, которые пекутся о душах наших, которые молятся за нас. И мы возрастаем в вере этим учением и побеждаем. Вот здесь вот рак, а вот здесь нет!